Речь идет у нас о богословских воззрениях славянофилов. И мы кое-что с вами уже некоторые вопросы рассмотрели и остановились на таком, я бы сказал, важнейшем вопросе, вопросе о церкви. Я хочу обратить ваше внимание, прежде всего, вот на что. Что славянофилы усмотрели прямую взаимосвязь и зависимость между богословским восприятием чисто религиозных проблем и их, так сказать, естественным порождением – это социальным строем, социальным характером жизни народа и государства. Вот эта взаимосвязь между богословием и миром, и мирской жизнью, я вам скажу, что эта идея очень важна, и сейчас, вот для нашего времени, особенно важно показать эту взаимосвязь. Многие рассматривают христианское вероучение как что-то отвлеченное, как само по себе существующее и не имеющее никакое отношение, или, по крайней мере, очень мало имеющее отношение к решению общественных, политических и прочих проблем. На самом деле, вот Хомяков и другие, как вы уже могли несколько убедиться в этом, преусматривали прямую зависимость всей мирской жизни от того, как мы смотрим на сами основы человеческой жизни как таковой. И, в частности, на что обращали мы с вами внимание, что центральным вопросом в этом отношении является вопрос понимания Церкви. Вот в прошлый раз я как раз вам говорил, в чём специфика, так сказать, православного понимания Церкви в отличие от западного восприятия. Помните тот великолепный образ, ту картину, которую нарисовал Хомяков, когда говорил о том, что католицизм чему подобен? Точнее, чему подобна человеческая жизнь в католической Церкви? Это камню, кирпичу, который уложен крепким раствором в стену. Там кирпич неподвижен. Он же является просто элементиком вот этой сплошной массы. Кирпича фактически нет. Есть монолит. Говорит, этому подобна католическая Церковь. Обратите внимание, на что он обращает внимание? На проблему свободы личности в Церкви. И вот дальше мы увидим, как это понимание, понимание свободы личности в Церкви, соотносится с пониманием свободы в обществе. Итак, один из принципов, если хотите, или один из вариантов существования человека в Церкви, – это быть кирпичом в мощной кладке, где все повинуются, где каждый член партии колеблется вместе с колебаниями партии. Никакой свободы, полное подчинение. Мечта большинства правителей мира достичь этого положения, когда все будут подчинены, все, как винтики в машине, будут каждый крутиться в свою сторону и делать только то, что это нужно для государства. Хомяков говорит, вот принцип жизни личности в католической Церкви. – Папа, вот Верховный Оракул, который все вершит, который управляет всей этой машиной. Вы слышите? Машиной. Какая мечта человека сделать винтиком в машине, не думающим, а только подчиняющимся, безусловно, чему? Помните, мы говорили? Авторитету. Не истине, которая говорит, приди и виждь, посмотри сам, рассуди, и ты увидишь, что это так и надо. Нет, не сметь рассуждать, я сказал. Мечта всех деспотов. Чтобы было полное и абсолютное подчинение. Я хочу обратить внимание на этот принцип, на этот принцип еще по одной причине, что все человечество, в конечном счете, идет именно к реализации этого принципа. Вот тот процесс глобализации, которым сейчас все говорят и шумят, и пишут, он является ничем иным, как именно уже, я бы сказал, реальным осуществлением этого принципа в общем мировом масштабе. До этого были монархии, абсолютистские монархии, причем с жестокими режимами, но они были лишь в границах одного народа, в границах одного государства. Они, так сказать, были, если хотите, так посмотреть сверху на всю историю человечества, были только некими экспериментами, проработками вот этого абсолютного варианта в глобальном масштабе, который осуществится. Странное дело. Тогда, как только осуществится, так и конец мира наступит. Удивительный парадокс! Что же это такое? Кажется, все, достигли цели! Весь мир – сплошной автомат и больше ничего. И конец мира! Здесь мы с вами затрагиваем еще одну очень существенную проблему. Проблема духа и форм. Оказывается, вот это порабощение личности, превращение человека в автомат есть нечто иное, как извращение человеческой природы. Извращение. А любое извращение этой природы, то есть нарушение нормальной жизни, нормального функционирования, если хотите, оно невольно и обязательно приводит к разрушению всей целостной системы. Вот это один из принципов. Видите, как интересно он соотносится. Католическая церковь осуществляла и пытается и сейчас, конечно, осуществить, хотя видишь, что уже бразды правления постепенно ослабевают. Так. Но пытался всегда осуществить этот принцип. Недаром, помните, в «Братьях Карамазовых» повесть о великом инквизиторе Достоевского? Помните разговор великого инквизитора со Христом? Христос там молчит. Вообще это поразительно. Достоевский изобразил. Ни одного слова Христос не произносит. Говорит только великий инквизитор. Но говорит-то, что открывает самую суть, что лежит в основе, что является творческой, если хотите, инициирующей идеей всей политики Ватикана. Ты хотел своей кротостью, смирением, своим образом раба, хотел увлечь народы? Хе! Наивный человек, идеалист. Народ любит силу, народ любит эффект, народ любит чудо. И мы дадим всё это. А с тобой никто не пойдёт. От тебя все уйдут. Ты идеалист. Как сейчас идёт эта идея, вот эта, знаете ли, ну, некая ирония, даже насмешки над Христом, как она очень часто сейчас осуществляется. Вот знаменитая эта комедия, фильм «Иисус Христос сверхзвезда». Вот этот вот пассаж такой. Там же именно есть вот такая именно сцена, когда Христос, значит, говорит слова «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные». Выходит один, он его ласкает, выходит ещё один, ещё он ласкает, выходят толпы, и что изображает дальше? Христос начинает вот так. Он в ужасе не знает, что делать. Представляете, изобразили что? Что изобразить? Только что придите ко мне, и тут уже начинает всех отталкивать. Ну, как же, такая громадная масса? Что он сделает? Подумайте, какую карикатуру! Кстати, на эту карикатуру нас повёл в Лондоне в этот Королевский театр не кто-нибудь, а католический священник. Причём, не просто священник, а это высокопоставленный, который принимал нашу высокую делегацию. Это нам было сделано вот такое, ну, одно развлечение, да, в котором была преамбула, что вот этот фильм имеет огромнейшее миссионерское значение, поскольку западный человек сейчас не знает ничего о христианстве, и вот мы ему, наконец, покажем. Представьте себе, вместо человека показать его карикатуру и таким образом, оказывается, заинтересовать его в этом человеке. Какое просто не понимают даже, или не понимают, или, не знаю, кто он, масон, что ли, когда он в качестве, в качестве средства приобщения к христианству предлагает такой, такой фильм. Какой ужас! Я вот хочу вам показать, что Хомяков рисует и другой образ, ещё другой, прямо рядом сопоставляет. Помните, я напоминаю вам, я сейчас комментирую, просто, чему подобен протестантизм, если там кирпич, уложенный в стену и неподвижный, то чему подобен протестант, протестантское понимание церкви, и какой образ членства в этой церкви предлагает протестантизм и осуществляет? Песчинка в куче. Она свободна. Она свободна. Она ничем не связана. Никакими скрепами. Ксамокуча – это куча. Никакого раствора тут нет. Любым дуновением ветра песчинка может двигаться куда угодно. Кажется, свобода. На самом деле нет никакого единства. Единства нет. Нет ничего, чтобы скрепляло. Это бесформенная куча, которая то и дело меняет свои очертания, поскольку нет формы. Никакой. Это что такое? Давайте попробуем посмотреть на этот образ в плане мирском не то же ли предлагается нам демократии, когда каждый может всё, что угодно, и в то же время в результате, когда нет никакой направляющей идеи, нет никакого единства, единства, всё это приобретает характер хаоса. всё, что в результате разваливается. Люди теряют контакт друг с другом. Вы понимаете, что самое страшное? Живая связь между людьми, которая только осуществляет единство общественное, уничтожается, теряется, всё утрачивается, все закрываются сам в себе. Мой дом, моя крепость. Вот этот крайний индивидуализм порождается этим. Свобода оказывается чем? Произволом. Понятие истины теряется. Каждый мыслит так, как хочет. Где? В церкви. Где, кажется, должна быть истина? В церкви есть стол по утверждению истины. Нет. Истина подменяется полностью, откровенно и очевидно, чем? Мнением. Я так думаю, а я этак. Я думаю, что Христос – это Бог, а я думаю, нет, совершенный человек. И мы являемся вместе членами одной церкви. Вы слышите? Основной девиз который, что у нас столб и утверждение истины. истины. А истина интолерантна. Нельзя же сказать, что дважды два – это три, запятая, и там девяток, миллиард девяток. Ну, почти четыре, правда же? Ну, почти. Ну, о чём спорить? Истина скажет, нет, извините. Это неверно. Неверность исчисляется не в количественных вещах, а в принципе неверно. Оказывается, вот эта протестантская революция 16 века, она заложила основу, вы слышите? Религиозная революция-то заложила основу вот той демократии, которая дальше стала осуществляться всё больше и больше, и, наконец, мы видим её проявления, видим её плоды, что приносит это. Что это приносит? Печальные вещи. Это пронесло, увы, как ни удивительно, развитие атеизма, развитие материализма, безнравственность, отрицание Христа, отрицание истины, отрицание, если хотите, самых начал естества человеческого, потому что вы, наверное, же обращали внимание сейчас, что чем безобразнее, тем моднее. тем моднее. Даже, я говорю, даже в форме одежды, а посмотрите, в музее, что там. А некоторые вещи без отвращения просто невозможно смотреть. И дело опять я хочу сказать, что принцип какой заложен. Славянофилы указали на сам принцип, что там, где личность не соединена с другими, а является только с абсолютно независимой песчинкой в сообществе подобно верующих людей, там нарушаются духовные уже окончательно связи. Там всё теряется. Теряется само единство человеческое, в результате которого порождается ужаснейшее зло – произвол. Произвол во всех сферах. В сферах мысли, в сферах культуры, в сферах, если хотите, даже поведения, в сфере жизни. И вот любопытно, что, оказывается, вот эти две крайности, как первая – абсолютная деспотия, так и вторая – как кажется, абсолютная свобода – оказывается, одинаково, одинаково извращают человеческую природу, поскольку одинаково нарушают тот образ Божий, то есть подобие тому, кто есть высшая свобода, так нарушают, разрушают человеческую природу и приводят к деградации человеческого общества. Что же предлагается особеннофилами? Какой принцип? Вот сейчас вы уже давно, наверное, слышите ну, такую мысль, и слова, и последние вопросы о том, что такое русская идея? Что это такое русская идея? Написаны целые книги и пишутся. Что же это такое русская идея? О чём это речь идёт? Что это за идея? Говорят, она объединяла общество, русское государство. Что это за идея? Савианофилы, показав вот эти крайности, вот эти аномалии человеческой жизни, тем самым очень ярко подчеркнули и вот то, что, наверное, и можно назвать вот этой русской идеей. Идеей чего? Как же должно жить человеческое общество? на какой основе только оно может существовать? Неважно, можем мы достичь этого или нет. Важно знать. Знать, как же правильно. И была выражена по истине в гениальных словах краткая эта формула. Краткая. Оказывается, оказывается, церковь есть и общество может быть устроено только на основе одного принципа – единства в свободе по закону любви. Точка. Вот она идеальная, идеальная, если хотите, идеальная идея. Вот только на чём может быть построено общество. Вот к чему оно должно стремиться. Единство какое? Не кирпича в кладке. Единство в свободе. Ах, какой свободе? Песчинка в куче? Нет. Единство в свободе по закону любви, а не эгоизма, не самомнение, не произвола, а по закону любви. Мне кажется, что вот в этих словах, этими словами, мне кажется, славянофилы, этой идеей славянофилы показали самое главное. То, над чём бьются социологи, политологи, философы, где оно, вот, где он, этот принцип, принцип, ищут, идейный принцип устроения общества. То были монархии, деспотии, то, наконец, демократии, республики, свободы, и то, и другое не даёт, оказывается, достаточных оснований для надлежащего общественного устройства. Единство в свободе по закону любви. Что это есть? Это есть церковь. Церковь является закваской общества. Если хотите, вот той матрицей, что ли, или первообразом, на основе которого должно устраиваться и само общество, самообщественная жизнь. Я вам скажу так. Если бы действительно видимая церковь была бы так устроена, если бы мы, члены церкви, именно жили так, осуществляли принцип единства в свободе по закону любви, вся человеческая жизнь потрясающим образом изменилась бы. Но, увы, церковь так не устроена. Смирение взаимной любви, смирение взаимной любви. Слышите, взаимный? Понятно, что такое взаимный? Не только вы смиряйтесь перед начальством, не только мы смиряемся ваше вашество, но и его вашество также смиряется перед так называемым последним членом церкви. Вот, оказывается, смирение взаимной любви. И любви. с одной стороны. С одной стороны, это будет кирпич вкладки смирения взаимной любви. Любовь всегда связана с уважением к свободе другого человека. И не только к свободе другого человека. Она всегда связана и с чем? всегда с мыслью, намерением, целью пользы другого человека. Пользы. Вот, видите, какие интересные вещи высказывают славянофилы. Кстати, вот, из этого понимания личности в церкви и личности в обществе, как вы убедились, проистекают совершенно естественно и понимание славянофилами причин раскола. Вот этого грандиозного раскола, римского раскола, скажу так, когда Запад отпал от Востока, и протестантского даже раскола. Потому что это, в общем-то, вещи-то одного и того же порядка и являются лишь один продолжением другого. Чем обусловлено отпадение Рима, говорит Хомяков, чем? Чувством своей гордости, чувством местной гордости. Любопытнейшая вещь. Все-таки христианство непрерывно говорит о смирении, о смирении. И вдруг такая великая церковь, первая по диптиху, по своей значимости не выдержала ощущение своего первенства. Недаром говорят «хочешь узнать человека, дай ему власть». Не выдержала. Не выдержала такой возможности, возможности, искушения господствовать над всеми, покорить себе всех. Вот это чувство местной гордости, этой гордыни привело к тому, что Рим стал вопреки подписанному ими, папами, никем-нибудь решении Вселенского Собора о неизменности догматических оросов. Оросов догматических постановлений ввели вдруг Филиоквы. Вещь, я вам скажу, сама по себе сложная и запутанная, и мы там... Разве мы разберемся, какие отношения в Святой Троице? Что открыто нам, то и знаем. Ничего мы понять не можем. Важно совсем другое. В принципе, решено и подписано не сметь менять ни одного слова в символе веры. И вдруг Рим произвольно это делает. Кто это может сделать? Вопреки всем протестам всех прочих церквей. Это может сделать только тот, который не считается с другими. Нет смирения взаимной любви, а есть гордыня. И вот любопытная вещь еще, о чем мне хочется сказать. Вот Папа Бенедикт XVI, он совсем недавно стал Папой, и вот мне только что дали одну из его проповедей, я читаю ну, такие слова. Слова и слова. Кстати, нет духовного никакого содержания. Это очень интересно. Но это ладно. И вдруг дохожу до фразы и остановился. Остановился пораженный. Его вся проповедь посвящена Евхаристии. Это был Евхаристический конгресс в Баре. Там он произносит свою проповедь. Я остановился как пораженный. что он говорит? Мы должны испытывать гордость, имея возможность участвовать в Евхаристии. Вы слышите? А вы как подходите к Евхаристии? Ну-ка сознавайтесь. не доросли еще. Наверное, без гордости. Надо с гордостью подходить. Мы имеем возможность участвовать в Евхаристии. Слышите? А вы кто все? С гордостью я был потрясен. Такое откровенное заявление. Такое обмерщение даже сознания. Человек даже не понимает, что говорит. я понимаю светские люди, они говорят, мы должны гордиться тем, другим, третьим. Я понимаю, они ничего не понимают. Вот. Здесь Папа Римский к чему призывает? На Евхаристическом Конгрессе все мировое католическое сообщество призывает, что с гордостью, слышите? Надо приступать. Мы имеем привилегию приступать к Евхаристии и даже с гордостью осуществлять эту привилегию. Знаете, вот у меня невольно возникла ассоциация. Действительно, Хомяков пишет о том, что раскол обусловлен чувством местной гордости. Это я его цитирую. Верно. С самого начала отцы еще 9 века и дальше, еще и раньше эти были даже расколы. В чем упрекались и Дарим? В гордости. В желании перенствовать, в желании главенствовать, в желании управлять всеми, подчинять себе. И до сих пор, оказывается, вот этот ядовитый корень так и пронизывает. И уже теперь дошел до таких вещей, уже не просто там командовать другими, а к Евхаристии приступать с гордостью. Это к чему же это мы тогда приступаем? Я ко Христу приступаю с гордостью. Ну-ка, подумайте. Кстати, меня очень удивило то, что этот кардинал Ратцингер ну, всегда представляется как таким очень человеком рационалистом, человеком, который, кажется, должен мыслить достаточно, так сказать, трезвый. И вы подумайте, вот эта вся трезвость, вот этот рационализм, но основанный не на почве святоотеческой, приводит к каким потрясающим результатам. Если он так может говорить, значит, кто он? в духовном отношении. Вы же понимаете. Ещё раз говорю, это не светские люди, для которых сказать «мы должны гордиться». Объясняю, это очень важно, когда они говорят «мы должны гордиться». Они фактически утверждают о человеческом достоинстве. Это совсем не гордость. Да, у них смешивается это с гордостью, потому что они не понимают различия между человеческим достоинством и гордостью. А когда христиане говорят «да никакие ещё не будь!» призывают гордости, это уже показатель тяжелейшего падения, падения, низ падения, тяжелейшего, я бы сказал, духовного помрачения. Так вот, значит, именно гордость или, как пишет Хомяков, презрение к восточным братьям, презрение к соборным решениям Вселенской Церкви, вот что породил раскол. Он спрашивает, в чём существенно состоит западный раскол, или, точнее сказать, западная ересь против догмата церковного единства? И отвечает, западный раскол есть произвольное отлучение всего Востока. захват монополии божественного вдохновения, словом, нравственное братоубийство. Таков смысл великой ереси против Вселенской Церкви. Ереси, отнимающие у веры её нравственную основу и по тому самому делающие веру невозможную. Ибо частное мнение, личное или областное это всё равно, присвоившее себе в области Вселенской Церкви право на самостоятельное решение догматического вопроса, заключало в себе постановку и узаконение протестантства, то есть свободы исследования оторванного от живого предания о единстве, основанном на взаимной любви. И так романизм в самый момент своего происхождения заявил себя протестантством. Он всё время говорит это. Вот. Это протест, непринятие общецерковного сознания. К чему привёл этот римский раскол? Во-первых, он сделал невозможную с точки их зрения, с точки зрения славянофилов, невозможной веру, а оставил только веренье. Помните его термин такой очень удачный? Напоминаю ещё раз вам, когда мы говорим о христианской вере, ну, я говорю в православном понимании, то мы говорим первое, христианская жизнь. Второе, это знание некоторых истин. У каждого, насколько оно уж возможно. Есть люди, которые почти ничего не знают, но они живут по-христиански, и они действительно являются христианами, они действительно являются православными. Когда мы говорим христианская вера, мы говорим христианская жизнь. Я почему такой акцент делаю, друзья мои, потому что вот пришло к нам это с запада, вот это понимание, что христианская вера – это значит, как я, какие вероучительные истины, как я думаю, там, с филиоку или без филиоку. Да. То есть, сумму догматов, сумму истин. Нет, повторяю, вера, я верю, во что я верю? Христианская вера – это во что я верю? Я верю в то, что надо жить вот так, чтобы угодить Богу. Не просто думать, не просто мыслить, а надо жить вот так. Вот же такое христианская вера. Вот почему они обращают внимание и говорят, что прежде всего этот раскол привел к чему или породил, если хотите. Во-первых, сделал невозможную веру, ибо ее поставили на почву гордыни. Речь вот об общецерковном сознании. Не думайте, что все католики, значит, они все такие гордецы, что ли. Это был бы абсурд. Я уверен, что среди них масса, множество прекрасных христиан. Прекрасных. Совсем не хуже, чем наши православные христиане. По искренности веры, именно искренности, слышите? Не упорству, а искренности. По искреннему желанию жить по западным Христовым, так как они понимают. Я просто не сомневаюсь в этом. речь-то идет не об отдельных лицах, речь идет об учении церкви, которая направляет людей. Но, к счастью, я уверен, так же, как мы не очень-то слушаемся своей церкви, так и они тоже. Так и они тоже. И поэтому там, я уверен, много католиков, особенно из простых людей, искренних, которые являются действительными христианами. Так вот, значит, во-первых, сделал невозможную, говорит он, веру, оставив лишь веренье. Во-вторых, во-вторых, католицизм породил протестантизм. Надо запомнить, друзья мои, вы, конечно, по истории церкви проходили, какие были невероятные войны, и 30-летние, Господи, особенно в 16 веке, что творилось, какие военные, кровопролитные были столкновения, и анафематство не всё. На самом деле, запомните, пожалуйста, протестантизм – это законно рождённое чадо католицизма. Законно рождённое. Кстати, я помню, когда у нас были собеседования с Римно-католической церкви, двусторонние, и католическую делегацию обычно возглавлял кардинал Вильлебранс. Сейчас, по-моему, кажется, скончался он. Так вот, этот кардинал Вильлебранс призывал, правда, не в то время, а позднее несколько, реабилитировать лютера. Вы знаете, что? Главное там политика. Всё прочее должно служить цели политической. Как приобщить к себе во что бы то ни стало какими угодно средствами, но присоединить к себе? Вас пугает православных форма католическая? Пожалуйста, мы оденем ваши православные ризы, отрастим бороды, всё и будем служить. Всё по вашему уставу один к одному. Ну, Папу один раз помянем за богослужением и всё. Всё должно служить цели, но цели не спасению, а цели приобщения и подчинения римскому престолу. Так вот, второе – это порождение породил протестантизм. Естественно, породил, поскольку Рим сам является первым протестантом. породил то, чем он и является. В-третьих, очень серьёзная вещь. Этот раскол подорвал саму возможность правильного постижения божественных истин. «Когда-то однажды Хомяков сказал, Рим разорвал всякую связь между познанием и внутренним совершенством духа». Рим в данном случае что он подразумевает под Римом? Саму римскую церковь, саму, если хотите, систему жизни, которая направляет жизнь множеству людей. Так вот, была допущена колоссальная ошибка, страшная, роковая ошибка, которая затем перешла и к нам. Слышите? И к нам перешла. И она есть, она является реальностью, и мы все ею живем. К нам, я говорю, не думать только в русской церкви, в православии вообще, и к нам тоже. Какая ошибка? Что будто бы можно изучать богословие, совершенно пренебрегая правильной христианской жизни. Будто бы. На самом деле история показала нам, что именно все те, кто изучает одной головой только богословие, в конце концов, очень часто становятся противниками и церкви, и Христа. Становятся просто атеистами. Игнатий Валенчанинов как-то в сердцах однажды написал, есть семинарии, есть академии, есть кандидаты, есть магистр, есть доктора богословия. А коснись, какая напасть, и оказывается, у этого доктора богословия не только веры нет, не только надлежащих знаний, а никакой ни капли жизни нет. И он заканчивает свою вот эту тираду гневную словами какого света ожидать от этой тьмы. Ужаснейшая была ошибка. Это было, если хотите, возвращение на начало языческого понимания религии, языческого понимания богословия. Помните, мы с вами вначале говорили, кто является богословом? Кто? Тот, кто много пишет о богах. Все. Напишу я вот такой талмуд, и мне доктора богословия дадут. Кто больше напишет, тот и больше богослов. Христианское же понимание совсем было другим. Вы же помните, теология – это богопознание, боговидение, если хотите, богоприобщение, богопознание – это не компьютерное знание. Совсем разные вещи. Вот Хомяков очень сильно сказал, я обращаю ваше внимание, просто это надо просто запомнить, что, оказывается, Рим разорвал всякую связь между познанием и внутренним совершенством духа. Я обращаю на это ваше внимание еще с другой стороны. Вы слышите, какую гносиологию предлагают славянофилы? Вы слышите? Философии основной проблемой гносиологии является достоверность познания. Достоверность. Наше чувство, наш рацию. Вот и все средства. Славянофилы говорят, нет. Это вещи третичные и даже больше. Нравственное духовное состояние человека оказывается обуславливает подлинность, верность, истинность, познание божественных истин. Не ум, не способности, не память, а нравственное совершенство духа. как, я вам скажу, так это важно, к сожалению, так это выброшено из нашей памяти, да, из нашего лексикона, что не знаю, не знаю, чем это закончится. рационализм западный, оторванность от духовной жизни. Вот что должно по мысли Славянофилов привести к финалу, окончательному финалу, полному безверию и атеизму. Конечно, когда человек не ведет соответствующие жизни, у него нет чувства Бога. Он и теряет этого Бога. В конце говорит, да, его и нет никакого Бога. Слепой не видит солнце и говорит, что его нет. Хомяков пишет, окончательное торжество религиозного скептицизма еще не наступило, но и в настоящее время можно утвердительно сказать о всей Западной Европе. Послушайте, это пишет человек в середине 19-го столетия. Можно утвердительно сказать о всей Западной Европе, что у нее нет никакой религии, хотя она не смеет еще признаться в этом себе самой. В современной европейской конституции, принятой, как вы знаете, наконец призналась. Там даже упоминание самого слова нет христианства. Ни малейшего благодарности нет христианства, на почве которого, как кажется, вырастала вся западная культура. Даже упоминания нет. Наконец признались, что у нас нет никакой веры, никакой религии. на чем настаивает славянофилы? На чем настаивает? Познание божественных истин дано взаимной любви христиан и не имеет другого блюстителя, кроме этой любви. Обращаю ваше внимание, не отдельному христианину же дается, независимому христианину. Не этой песчинке дается познание божественных истин. И не каменной этой кирпичной кладки всей как таковой, а взаимной любви, когда она существует. Вот эта взаимность любви, она привлекает Бога. Она созидает таким образом единую святую соборную церковь. И вот церкви-то и дано вот это познание божественных истин. Я вам зачитаю одну из мыслей Кириевского Ивана Васильевича, его сподвижника, который фактически также излагает эту мысль, но вот в следующих словах. Говорят, что для христианина нет мышления оторванного от памяти о внутренней цельности ума, где не один отвлеченный разум, но вся совокупность умственных и душевных сил кладут одну общую печать достоверности на мысль предстоящую разуму, он приводит следующую аналогию. как на афонских горах каждый монастырь имеет только одну часть той печати, которая, слагаясь вместе изо всех отдельных частей на общем соборе монастырских предстоятелей, составляет одну законную печать Афона. Я не знаю, как сейчас, тоже или нет, это очень любопытная вещь. Есть печать общая, и она разделена на столько частей, сколько там монастырей, которые входят в общий собор Афона. Так? И только тогда, можно сказать, весь Афон постановил, принял правила, закон жизни, когда все настоятели, все монастыри сойдутся и кладет свою, да, я кладу свою частицу, кладу, 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 наконец, образуется полная печать, и она ставится. Да, Афон определил. Слышишь, правда, интересно. Каждый монастырь имеет свою часть. Вот так он говорит, только одну часть каждый монастырь имеет. Поэтому в самом способе мышления богословско-философском Кириевский усматривал существенные различия между православием и Западом. Ибо, писал он, стремясь к истине умозрения, восточные мыслители заботятся прежде всего о правильности внутреннего состояния мыслящего духа. Вы слышите, о чем? О правильности внутреннего, то есть духовного состояния мыслящего духа. Западные более заботятся о внешней связи понятий. Восточные для достижения полноты истины ищут внутренней цельности разума, того, так сказать, средоточия умственных сил, где все отдельные деятельности духа сливаются в одно живое и высшее единство. Западные, напротив того, полагают, что достижение полной истины возможно и для разделившихся сил ума, самодвижно действующих в своей одинокой деятельности. Одним чувством понимают они нравственное, другим изящное, полезное. Опять особым смыслем истины понимают они отвлеченным рассудком, и ни одна способность не знает, что делает другая. Каждый путь, как предполагают они, ведет к последней цели, прежде чем все пути сойдутся в одно совокупное движение. Знаете, у Крылова, помните, есть такая басня «Щука, рак да лебедь», как они пытались ввоз вести. Ничего не получилось. Лебедь рвется в облака, щука в воду, а рак ползет вспять. каждый в свою сторону. Вот о чем говорит Кириевский. Человек вот в этом нашем страстном состоянии, он разделен. Мы же все это прекрасно знаем. Я понимаю прекрасно, вот, умом своим, вот что правильно, а мне хочется совсем другое, а сердце хочет, желание совсем другое, а тело вообще плюет на них на обоих. Вот. А мне вот что нужно, и больше ничего. Действительно, щука, рак и лебедь. Вот Кириевский Иван Васильевич пишет, что, оказывается, действительное познание божественных тайн, то есть при общении к Богу, полноценное, действительное, открывающее человеку Богу, возможно тогда, когда и ум, и сердце, и само тело участвуют и идут в одном направлении. Но мы сейчас расколоты, разъединены. Запад не обращает на это внимания. Восточные говорят, только при этом условии возможно богопознание истинное. Только при этом условии, когда в конце которого происходит объединение вот этих всех составных частей, где в самом человеке. Кстати, хочу вам сразу сказать, что подвижники, святые подвижники утверждают, что на определенной стадии духовного очищения человека происходит соединение ума с сердцем. это происходит неожиданным образом. Но происходит только тогда, когда человек ведет именно действительно правильную духовную жизнь. Когда, как они выражаются, упражняется действительно постоянно в молитве. Ибо молитва сосредотачивает человека в себе. И вот происходит вот этот таинственный, непостижимый для нас, непонятный совершенно нам, но реальный акт соединения ума с сердцем. Мы же все замечаем, что я молюсь, так сказать, вниманием, сердце у меня там молчит абсолютно. Мы не знаем даже, что это такое соединение ума с сердцем. А вот, оказывается, это возможно, это реальный факт. Вот только когда, когда все наши силы, человеческие силы, ума, сердца и тело приходит в единство, тогда только открывается возможность, постепенная возможность приобщения, тому приобщению Богу, который раскрывает нам эти божественные истины. Вот, что говорят восточные подвижники, если хотите, восточные мыслители, восточные мудрецы. Запад, помните, видите, что Киревский говорит? Неважно. Это не имеет никакого значения. Оказывается, мы можем хорошее рацию, он построит очень интересные философско-богословские системы. Есть склонность к мистицизму, он весь воспаряет, забывая обо всем на свете. И начинается действительно мистика, подчас дикая и невероятная. Каждая часть души работает сама по себе, в результате не имеет ничего, никакого цельного знания. Я прошу вас запомнить вот следующую фразу Хомякова, запомните, пожалуйста, запишите. Она нам нужна. Краткая, сильная. Один разум, то есть, только разум, один разум, отрешенный от святости, был бы слеп, как сама материя. Я вам скажу, это просто святоотеческая мысль. Вот он никогда не ссылается. Ну, как-то у него не принято. На самом деле, святоотеческая мысль. Разум, отрешенный от святости, был бы слеп, как сама материя. Один разум, отрешенный от святости, был бы слеп, как сама материя. Потому что святость – это есть цельность, как они выражались, ума. То есть, цельность человеческого естества. Ну, вот, исходя вот из этих, из этих соображений, из этих идей, о которых мы с вами говорим, можно понять теперь и ту мысль, сэнофилов, которые касаются проблемы христианского единства. Проблемы, которые весь XX век ой, как беспокоят людей и до сих пор волнуются ими. Этой проблемой. Я уже сказал вам, что хомяков видит причину разделения в гордости, в превозношении Рима над восточными братьями. Вот где корень разделения. Обратите внимание, вы посмотрите, каковы причины разделения, которые указаны в наших учебниках. вам тут же скажут филиоквы, примат претензии папы, примат папы, главенства папы, опресники, еще что-нибудь такие вот вещи. То есть попытка главенствовать в церкви. Причем главенствовать речь идет о чем? Опять-таки о догматическом нарушении. Нарушении чего? Соборности церкви. Отступление от истин церковных. Хомяков же говорит, указывает на нравственную причину этого. Не на эти богословские расхождения, различия и противоречия. А он говорит на самый исток этих противоречий. На гордость. Именно гордость породила претензии папы на власть над всей церковью. Именно гордость породила филиоквы. Гордость породила массу различных проблем, которые возникли в истории отношений между Востоком и Западом. Гордость породила следующие догматы, которые постепенно возникали в лоне католической церкви. Гордость обусловила искажение, я вам скажу, всех христианских истин, которые были восточные, были вообще в единой церкви первого тысячелетия. Нет ни одной истины догматической, вы слышите, в которой бы мы не увидели подчас очень сильных отступлений от учения святых отцов. Во всем учение о Боге, да, о Христе, да, об Его спасительной жертве, да, понимании греха, да, загробной жизнь, да, чего не коснитесь. Это просто поразительное дело во всем. Богоматерь превратили в богиню. У нас тоже тенденции, конечно, есть. Они просто превратили, уже не порочные зачатия Божьей Матери. Она родилась уже без первородного греха. Уже само искажение понятия первородного греха уже произошло. Хоть посмотрели, что пишут, что пишут отцы, что такое первородный первый грех? Смертность, тленность, страстность. Что, Божья Матерь бессмертна стала? Или она, родившись, не вырастала, что ли? Не было процесса тления? И та же самая смертность даже. Что же она не умирала? Что значит, она родилась без первородного греха? В том-то и дело, что внесли совершенно дикую вещь. Первородный грех – это, оказывается, наша вина всего человечества за то, что Ева съела яблоко до преображения. Вот, оказывается. И все, весь род человеческий виновен. Что придумать? Так вот, указали славянофилы на самые важные, на духовный корень всех этих искажений и извращений, которые произошли в лоне Западной Церкви, и которые затем породили еще более мощный шквал этих искажений в лице протестантизма. Какой же путь к решению, и как они смотрят на эти вещи? вот тут я вам скажу, все не так кажется просто, как может показаться. хомяков хомяков, как бы предвидя экуменизм XX века, кстати, вы знаете, цель экуменизма, цель экуменизма – достижения видимого единства. Слышите? Слышите? Видимого единства. Даже цели нет самой главной – всем вместе прийти к истине веры. Нет-нет. Главное – достичь видимого единства, вместе причаститься и все. А еще лучше? Это очень же здорово. Но еще лучше создать орган соборный, всемирный всех христиан. И этот орган будет управлять всеми церквами. Правда же? Здорово. Итак, экуменизм стремится к достижению видимого единства всех христиан. А вот хомяков по этому поводу предупреждает. Церковь не может быть гармонией и разногласий. она не арифметический итог православных, латинин и протестантов. Церковь ничто, если не представляет полной внутренней гармонии веры с внешним согласием наружного ее проявления, несмотря на местные различия в обрядах. Церковное единство есть ничто, не иное что, как согласие личных свобод. Хорошая вещь. Хорошая. Но в то же время, скажу вам, хомяков все-таки недооценивал вот той глубины пропасти, которая пролегла за века между христианами Востока и Запада. Он верит, цитирую, что Бог во время им определенное приведет снова европейские племена в лоно церкви. Ну, православные, то есть, церкви. Вот у него есть этот идеализм у Хомякова. Это идеализация. Это есть у него. Видите, во что верит. Это вообще странно даже. Чем это убеждение у него было обусловлено? Оно, по-видимому, исходило из понимания такого трудного вопроса, который для всех очень интересен и сейчас волнует действительно многих людей. Вопроса о спасении тех, которые не приобщились своей земной жизни к церкви, к видимой церкви. То есть, не являются православными. Вы знаете, как на этот вопрос он смотрел? Я вам зачитаю. Сейчас, зачитаю вам. Это уже недолго. Сокровенные связи, соединяющие земную церковь с остальным человечеством, нам не открыты. Поэтому мы не имеем ни права, ни желания предполагать строгое осуждение всех, пребывающих в невидимой церкви. Тем более, что такое предположение, в смысле, осуждение, противоречило бы божественному милосердию. А в своей той работе, о которой мы говорили, церковь одна, он пишет, церковь творит и ведает только в своих пределах, не судя остальному человечеству, по словам апостола Павла Коринфянам, и только признавая отлученными, то есть, не принадлежащими ей, тех, которые от нее сами отлучаются. Остальное же человечество или чуждые церкви, или связанные с ней узами, которые Бог не изволил ей открыть, предоставляет она суду великого дня. Над неслышащими ее призыва не произносит приговора. Вы слышите, интересно? Не произносит приговора, зная повеление своего спасителя и главы не судить чужому рабу. Видите, как от Ноя? Как Он судит? Мы не знаем, говорит Он, всех связей, которые соединяет людей, находящихся в невидимой церкви, соединяющих их с церковью. Это первое. Отсюда что следует? Не будем осуждать и судить. Предоставим эту суду милующего Бога. Не судить чужому рабу. Вы заметили, как это здорово противоречит очень многим ревностным, горящим высказываем. Погибнут все, кроме меня и еще некоторых православных. Потому что и православные, и и не православные. Правда же? Все прочие погибнут. хомяков отказывается говорить, что этот суд мы не можем произносить. Он, хотя не произносит слово богохульное, но это прямо по контексту его подразумевается. Оставим, предоставим это божественное милосердию. Не знаем мы этих связей. Первый в рай вошел разбойник, который, не знаем, что он знал вообще о Христе, о церкви, о догматах, о вере. Видите? И это была не случайность, это было промыслительное действие, что рядом со Христом были распиты два разбойника, которые с тех пор и до конца мира будут символизировать каждого из живущих людей. Мы можем занять место любого разбойника. Чем? своим произволением, своей свободой. Или хулить Христа, или сказать достойное по делам нашим приемлем. И в этом-то и будет состоять основная и главная истинная вера. Поэтому, говорит Хомикул, мы не знаем, кто спасется, кто приобщен в церкви. Не будем судить. Правда, хорошая мысль? Мне кажется, верная мысль. верная во всех смыслах она верная. И в догматическом смысле, и особенно духовно-нравственном смысле, поскольку здесь ощущается именно любовь христианская. субтитры, и, субтитры, субтитры,